МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Вести, Хакасия, события недели в студии Алексея Гончаренко в этом выпуске. Президент Владимир Путин во время визитов в Хакасию распустил правительственную комиссию по восстановлению Саяна-Шишинской ГЭС, но сроки ее полного восстановления остаются прежними 2014 год. Политические предпочтения, социологические данные о том, за кого готовы отдать свои голоса жители Хакасии на выборах главы республики и сколько из числа опрошенных с выбором еще не определились. Революционные штрафы ГИБДД уже с сегодняшнего дня за просроченный транзитный номер будут наказывать куда серьезнее, чем еще вчера. Новый рынок как ежедневная сельскохозяйственная ярмарка с таким расчетом в столице Хакасии открылись новые торговые площади. Предпраздничные хлопоты к новому учебному году в швейных мастерских с трудом доставали ткань для новой школьной формы. На этой неделе президент Владимир Путин вновь побывал в Хакасии из-за аэропорта в Абакане. Он отправился на Саяну-Шишинскую ГЭС. Там состоялось совещание по проблемам энергетики Сибири и Дальнего Востока. Глава государства лично оценил ход восстановительных работ на гидроэлектростанции и распустил правительственную комиссию по ликвидации последствий аварии на ГЭС в 2009 году. За четыре года восстановительных работ на Саяна-Шишинская ГЭС Владимир Путин на станции далеко не в первый раз. С последнего визита главы государства изменилось многое. Сегодня работают уже шесть гидроагрегатов. Их выработка даже больше среднемесячных доаварийных показателей. Замене на абсолютно новые готовят еще четыре. Обсуждение восстановительных работ продолжили в зале заседания. Игорь Сечин предложил свернуть правительственную комиссию, которая все эти годы следила за ликвидацией последствий аварии. Дальнейшую работу мы предлагаем проводить в режиме модернизации. Прошу вашего решения о завершении работы правительственной комиссии. Игорь Сечин, глава правительственной комиссии, напомнил, что было сделано на станции с августа 2009 года. Как приходилось бороться с обледенением в первую зиму и восстанавливать поврежденные агрегаты. Сегодня станция приступила к реконструкции. Установлена современная система автоматического контроля. Она снимает показания с более чем пяти тысяч датчиков и следит за общим состоянием плотины. Можно считать, что восстановление с точки зрения объемов выдачи электроэнергии, оно это восстановление завершено. Нужно уже продолжать работу в обычном, нормальном режиме. Эта работа должна быть организована правительством, компанией Росгиды. Я прошу министра это иметь в виду. Деятельность комиссии мы прекратим. Я хочу поблагодарить Сечина Игоря Ивановича, поблагодарить тех, кто на станции работал, всех, кто занимался решением социальных вопросов губернатора Зимина Виктора Михайловича. Роспуском комиссии контроль, заверил глава государства, не закончится. Правительство России и дальше будет следить за реконструкцией станции. Я думаю, что работы будут продолжаться ритмично и с должным качеством. И безусловно, нужно не забывать про семьи, которые пострадали. Дальше продолжить осуществление всех намеченных мероприятий в социальной сфере. И прошу вас в конце года доложить о результатах этой работы. Сейчас, добавил Владимир Путин, необходимо думать об эффективной работе уже восстановленной станции. А вот на Дальнем Востоке введен режим чрезвычайной ситуации. Аномальные паводки осложнили ситуацию в системе электроэнергетики. В риске затопления десятки станций. Многие из них уже отключены. Так, в Амурской области 21 поселок до сих пор отрезан от электричества. Гидроэлектростанции открыли холостые водосбросы. Весь период паводка в Зейское водохранилище пришло более 23,5 куба километров воды. По оценкам специалистов, это паводок более-менее, чем 1% повторяемости. То есть это раз в 200 лет. То есть это совершенно аномальный паводок. Хакасии подтопление не грозит, уверяют сотрудники Саяна Шушинской ГЭС. Паводки берет на себя береговой водосброс. Он справится даже с самыми экстремальными объемами. К тому же приток воды к створу плотины даже в пик половодия в этом году был всего чуть выше нормы. Ольга Селевна, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия, События недели. События в Хакасии не исключено, что произведут впечатление на весь федеральный округ. Новый сельскохозяйственный рынок должен стать не просто крупной торговой площадкой, а ежедневной и крупнейшей в Сибири сельхозярмаркой. По замыслу авторов, продукты там будут непосредственно от производителей. То есть без перекупщиков и их накруток. Поэтому и цены покупателей должны приятно удивить. Торжественное открытие первой очереди рынка состоялось в последний день лета. На торговой площади возле будущего сельскохозяйственного рынка яблоку негде упасть. Покупателей много, это естественно. Продавцов, они же производители, больше, чем ожидали. Под навесами у нас рассчитано 180 мест. Дополнительно к этому у нас еще где-то около 30 автолавок приехало сегодня. Но мест всем не хватило, потому что желающих было намного больше. Открытие уличных торговых площадок – это только первый шаг. В декабре планируется достроить само помещение сельхозрынка. Это более 200 стационарных круглогодичных торговых точек, где местные фермеры могут без посредников реализовывать плоды своих трудов. Здесь должен торговать тот человек, который вырастил эту продукцию. Во-первых, он должен отвечать своим именем, стоя за этим прилавком. Это его продукция. Это бренд. Он будет работать над качеством потом. Он будет, зная спрос, заниматься улучшением своей продукции. Цены на продукты власти обещают регулировать в сторону уменьшения. Рычаги для этого есть. Например, арендная плата за торговое место будет невысокой. А для дачников и пенсионеров – вообще символичной. Там вот на рынке не все могут прийти бабушке и там наплатить за место. А тут, я считаю, наверное, раз социальная оплата – это пониженные цены. Во-первых, каждая бабушка может что-то купить, понимаете? И что реализовать свою продукцию – это самое главное. Они ростят и хоть какую-то копейку для лекарства, для поживания, минимум купить. Я, например, очень рада. Екатерина Ачетаева с семьей живет в Большом Монаке. Единственный источник дохода – личное подсобное хозяйство. Разводят овец, свиней и крупный рогатый скот. Мясо регулярно продавали на ярмарках. Теперь планируют перебраться на сельхозрынок. Это очень хорошо, очень. Вот для таких, как мы, сельчанам, это очень хорошо. Мы уже знаем по газетам, когда, какого числа будет и выезжаем. Мы торговали и по дроме, это, знаете, там не было столов приготовленных. А тут вот пришли, уже встали чистенько, все аккуратненько, все асфальт, нигде ничего не валяется. И мясо, видите, все уже, как бы, очень хорошее такое условие создали. Настоящий сельхозрынок – это не только торговая площадь, это место для общения. Продавая овощи, фрукты, саженцы, выращенные своими руками, дачники с удовольствием дают консультации, как добиться подобных результатов. Валентина Дмитриевна даже статью в книге написала на тему, как вырастить гигантский чеснок. Если его посадить весной, этот же чеснок, то он вырастет гораздо меньше. Он вот такой будет. Ну, это, конечно, не показательный, немножко побольше, но в среднем вот такой будет чеснок. А осенняя посадка, когда тот чеснок, вырастает вот таким огромным. Абакан стал первым городом Хакаси, где открыли сельхозрынок. Власти республики планируют сделать сеть торговых площадок для местных фермеров. Так, в Черногорске уже выделено место для строительства своего сельхозрынка. Готовится проект. На очереди Саиногорск и районные центры республики. Олеся Калинченко, Антон Новожилов, Вести Хакасия, События недели. Сейчас это, наверное, трудно понять, как так. Нет определенной даты начала учебного года. А еще в 30-х годах в Советской России не было. Оговаривалось лишь то, что все дети в возрасте от 8 до 10 лет должны быть приняты в школу осенью. Теперь 1 сентября официальный праздник, день знаний, начало нового учебного года. Но сегодня выходной, все торжественные линейки завтра, подготовка к этому празднику, как и к любому другому, стоит немало времени, средств и даже растраченных нервов. Ведь теперь в необходимом перечне к 1 сентября еще и новая школьная форма. Это только кажется, что в школу собраться не проблема, потому что в магазинах все есть. Но как раз это уже и ставит перед выбором, что же взять. Ведь не только на ценники падает взгляд, но и на внешнее оформление, и на качество товара. А цены, например, на простые карандаши от рубля и до 50. И так на любой аксессуар большой ассортимент. То есть пеналы, ручки, ластики, ножнички, клей, счетные палочки, альбомы. То есть для художественной работы, там пластилины, краски, фартуки, кисти. То есть все необходимо. В бухгалтерии магазины посчитали, что по средним ценам перечень необходимых к учебному году товаров из 30 предметов будет стоить примерно 4,5 тысячи рублей. Самое весомое в списке – школьный портфель. Ранец рюкзак, да, самый дорогой. То есть средний рюкзачок идет где-то для начальных классов для 800. До этого года полностью собранный школьный портфель означал, что к 1 сентября все готово. Теперь же, согласно новому закону, нужна еще и школьная форма. Кажется, в магазинах предложений вполне достаточно. И большинство родителей и педагогов на собраниях высказались за единый мундир. Здесь, конечно, и привитие культуры, эстетики, стиля. Только за все. Не было таких, кто возражал. Никто, вероятно, и не предполагал, что в процессе подготовки к учебному году именно школьная форма станет самой сложной задачей. В магазинах, говорят родители, ассортимент большой, а вот с размерами на каждого ученика – проблема. На класс же формы заказывать. А там индивидуально у каждого ребенка и размеры, и рост, ну, фигуры. У меня нестандартная, самая большая девочка в классе. Качественная ткань – это то, из-за чего чуть было не встали все швейные ателье. Не только в Абакане, но и в других городах страны. Только три предприятия сегодня в Российской Федерации производят ткань, которая является или соответствует требованиям для школьной одежды. Одно из таких предприятий – брянские. Но для того, чтобы это брянское предприятие обеспечило школьников брянской одеждой, то есть выпустило эту ткань, необходимо им полгода. Только на брянске. Почти в каждом ателье этим летом убедились, что текстильная промышленность страны не соответствует масштабам заказов даже на школьную форму. Оказалось, за этим габардином, обычным габардином, клеткой, он просто носится, ажиотаж такой, ткани нет, мне было поллета в городе. Единой формы нет, нет и крупного ее производства. Поэтому уже сейчас швейные мастера прогнозируют те же самые трудности на будущий сезон. Кроме дефицита качественной ткани не хватает производственных мощностей. И ателье не будут их наращивать лишь для того, чтобы удовлетворять сезонный спрос. А с мая месяца начнется такой ажиотаж, надо опять ткани рулонами покупать, опять в машинки вкладываться, специалистов находить и все такое. Это очень тяжело. То ли еще будет, когда введут школьную форму для учителей. А такие разговоры ведутся. В 26-й школе Абакана преподаватели начальных классов Ольга Шарикова и Наталья Грачева уже решили не отрываться от коллектива. И заказали жилетки той же модели расцветки, что и у подопечных. Учители и ученики – это коллектив, это семья. Учитель в коллективе – это пример. Поэтому, чтобы быть примером, мы тоже решили не отставать от своих деток. У нас и другие учителя будут тоже себе заказывать такие жилетки. Им понравилось. Им понравилось. Тоже решили сделать. Возможно, когда-то, как и в Советском Союзе, в России придут к единому стандарту. Хороший опыт из того прошлого возвращается в настоящее время. Вот, например, и учебники в библиотеках стали выдавать. А то тратились из семейного бюджета. Каждый год. Стопочка книг пятый класс. 13-15 вообще по классам идет. Где-то от 3 тысяч до 5 оно будет. Больше 5 не будет. Есть на что форму купить. Как тут не вспомнить, что все новое, забытое старое. Система гражданских мундиров, в том числе и для учебных заведений, в России впервые была введена в 1834 году. После революции 1917-го форму отменили. А в советское время ввели вновь. У мальчиков были брюки и куртки синего цвета с шевронами на рукавах. Девочки носили коричневое платье и фартуки. Черное для будней, белое надевали в праздники. То есть и 1 сентября. На этой неделе опубликованы данные социологического опроса с целью выявить избирательное предпочтение респондентов на выборах главы республики Хакасия. Опрос проводился с 19 по 25 августа. И вот какие данные получены. Безусловный лидер Виктор Зимин, кандидат от Единой России, 61% от числа опрошенных. Виктор Соболев от ЛДПР 10%, Игорь Чунчиль, КПРФ 6%. За Дениса Бразаускаса от коммунистов России готовы проголосовать 5,5% респондентов. Владимир Быков от Патриотов и Николай Дудко от Справедливой России набирают по 4%. И не определились с выбором или вовсе не пойдут голосовать 9,5% от числа опрошенных. Тем временем автомобилисты обсуждают новые изменения в законе. С сегодняшнего дня в стране новая система штрафов ГИБДД. Карательную меру уже многие окрестили революционной. И, видимо, не зря столь серьезных изменений в сторону ужесточения наказаний еще не было. Например, минимальный штраф теперь составит не 100, а 500 рублей. Ну а ощутимее всего изменения ударят по карману тех, кто садится за руль в нетрезвом состоянии. Автоинспектор останавливает черную ладу за банальное нарушение. Водитель не включил ни фары, ни габарит. Егор Сергеевич, знаете ли вы, что за данное правонарушение на данный момент предусмотрен штраф в размере 100 рублей? Впрочем, случись полицейский рейд уже сегодня, вряд ли водитель вел бы себя так спокойно. С 1 сентября штрафы выросли в несколько раз. Новые поправки затронут почти три десятка пунктов правил. Некоторые из них, например, если водитель управлял автомобилем в нетрезвом состоянии или передал пьяному, помимо лишения прав на полтора-два года на виновника, будет наложен штраф в размере 30 тысяч рублей. При повторном нарушении 50 тысяч. А отказ от медосвидетельствования обойдется в 30 тысяч рублей с лишением прав до двух лет. Ужесточилось наказание и за перевозку детей без кресел. Как и предполагалось, штраф приравнен к стоимости самого устройства – 3 тысячи рублей. Отныне, например, за просроченный транзитный номер придется заплатить не 300 рублей, а 5 тысяч. Минимальная же сумма штрафа составит не 100, как прежде, а 500 рублей. Это, например, будет применимо к пешеходам, желающим проскочить в неположенном месте. 500 рублей из-за превышения скорости на 40 километров в час. А лихачам, превышающим допустимую на 80, придется раскошелиться на 5 тысяч. Автоинспекторы считают, только такими суммами можно дисциплинировать участников движения. Во всяком случае, попытаться. Повысить уровень правосознания и ответственности наших граждан, чтобы они понимали, что за любое совершенное ими нарушение правил дорожного движения на них будет наложено серьезное инициативное взыскание. Впрочем, вот наглядный пример. Житель Абакана в свои 23 года уже побывал в спецприемнике 19 раз. Лишен водительских прав за пьяную езду до 2020 года. Но отсидев 15 суток, молодой человек снова принимает на грудь и садится за руль. Тем временем автомобилисты относятся по-разному к суровости новых карательных мер. Но в том, что за руль не стоит садиться под градусом, единодушны. К слову, в республике каждое шестое ДТП случается по вине пьяного водителя. С начала года пятеро человек погибли, 59 ранено. Деньги, да, это-то конкретно, да, уже 30 тысяч. Это деньги. Их заработать надо. Может, человек подумает перед этим, как сесть за руль. Конечно, вот будет бояться, потому что штрафы уже остутка, и по карману будут очень сильно бить. И будут соблюдать, думаю, сразу правила дорожного движения. Которые были нерадивы, эти водители. Как они были, так они останутся. Им ничего не поможет. И еще с 1 сентября отменены временные разрешения. Инспекторы не будут забирать права. Это станет задачей судов. А чтобы вернуть документ после лишения, согласно новым правилам, придется снова сдавать теоретический экзамен. Константин Кравцов, Дмитрий Парахин. Вести Хакасия. События недели. Программу продолжит парламентский дневник. А у меня на этом все. Напоминаю, наш адрес в интернете – вести.дефис.хакасия.рф. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова